Отчаяния, братья и сестры! Я вот сейчас сидел и слушал это прекрасное пение. И вы знаете, я мысленно ушёл, наверное, в те времена, которых я, конечно же, не знаю. Но я себе представил, как 200 лет тому назад тоже собрались люди, которые были неравнодушны к этому городу, которые захотели построить, когда уже город стал двигаться, расширяться, захотели построить храм. И первое, о чём они думали, именно о покрове Божией Матери. Потому что исторически мы знаем из истории, что именно по крову Божией Матери мы обязаны сохранением нашего города, при нашествии языческого князя Бравлина. И именно с этим событием связано всё, во всяком случае, в нашем городе. Хотя не только наш город, а вся Русь православная, весь православный мир отмечают этот праздник. И вот я представил, как 200 лет назад люди желали построить этот храм. Как они этого хотели, как они приближали это время. И вот сейчас мы через 200 лет представляем, вспоминаем. Мы, конечно, не можем в полной мере воссоздать картину 200-летней давности, но мы можем представить себе, как это было, как люди этого желали. И вот сейчас мы находимся под покровом Пресвятой Богородицы в этом удивительном храме, прекрасном храме. Дай Бог, чтобы этот храм, который сейчас к своему юбилею, как вы видели, обновился, украсился. Вы знаете, сколько любви сейчас вложено в этот храм. Сколько я видел людей, которые приходили и вкладывали частичку своей души, своего сердца, своей любви дарили Божьей Матери. Как это приятно. И вот сегодня я уже рассказывал, что сегодня, когда я утром пришел в храм, зашел, и практически в каждом уголочке, в каждом сантиметре территории храма и всего храма видны труды людей, которые готовились, которые так любят этот храм, которые так любят Пресвятую Богородицу, и которые неразрывно себя связывают с Божьей Матерью. И во всем видны труды этих людей. Дай Бог вам всем здоровья, дай Бог вам всем помощи Божьей, покрова Пресвятой Богородице. Низко кланяюсь тем труженикам, которые вложили в течение всех двухсот лет свои труды, свою любовь, частичку своего сердца в этот храм. И тем, которые еще потрудятся после нас, которые этот храм будут украшать своей любовью и теплотой своей души. Поэтому в этот храм заходишь и чувствуешь особый климат, особую благодать. Это место, где действительно согреваются сердца. И я, ну пока уж перед вами, я, когда меня сюда назначали, не хотел идти, упирался, знаете, с насиженного места, наверное, тяжело было переходить. Но когда я понял, сейчас я понял, что это место особой благодати, место покрова Пресвятой Богородицы, я счастлив, что я могу служить Богу и людям в храме покрова Пресвятой Богородицы. И все мы с вами счастливы. Наверное, даже до конца не понимаем, какая великая честь и великая милость, что у нас именно храм покрова Пресвятой Богородицы, который из древления возгревается сердцами людей. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Я думаю, что 200 лет назад люди точно так же думали, потому что они строили как бы не то, что новый храм, они продолжали ту традицию почитания и благодарности Богородицы, которая идет еще из крепости. И там мы видим развалены многих храмов, посвященных именно Божьей Матери, Ее заступничеству, Ее заступлению. И с древних времен окровь Божьей Матери простирается над нашим городом. И жители нашего города счастливы, что Матерь Божия хранит нас от беды напастей. И мы можем обращаться к ней со словами «Радуйся, радости наши!» «Покрый нас от всякого зла честным Твоим амафором!» С праздником, вас дорогие! Спасибо.